Восьмой российский фестиваль моды «Плёс на Волге льняная палитра» прошел в минувшие выходные в Ивановской области. Это ежегодное событие популярно не только среди ценителей моды. Зрители плотным кольцом окружили сцену, которая в этом году расположилась не на дебаркадере, как раньше, а на центральной площади Плёса. Причина только одна. Надо, чтобы те работы, которые представляют художники-модельеры, видели. Потому что там издалека очень плохо все видно, а здесь видно хорошо. И вы, журналисты, все увидите, и зрители, которые придут, все увидят. Бессменному президенту «Льняной палитры» Вячеславу Зайцеву в этом году 75 лет. Губернатор вручил метру памятные сувениры в знак дружбы и многолетнего сотрудничества. Жюри и сын Вячеслава Зайцева – Егор. Он тоже пошел по стопам отца и связал свою жизнь с модой. Судейство коллег для Егора – задача непростая. Принцип «нравится-не нравится» с одной стороны субъективный, с другой стороны искренний. Если я работу не понимаю, это не значит, допустим, я слушаю какую-то музыку или стихи, читаю на языке, которые я не понимаю, это не значит, что это плохие стихи. Ну, это не мое, допустим. Но, допустим, если я тонко, четко чувствую, что у меня прям что-то ёкнуло, какой-то вот произошел, не знаю, такой альянс, как влюбленность. В какой-то образ, в какую-то коллекцию, может быть, один всего лук, там один образ. Вот. И сразу понимаешь, что вот это мое, да. На восьмом фестивале жюри действительно пришлось непросто. Абсолютно у каждой коллекции были свои сильные стороны. Например, молодым дизайнерам по душе эпатаж. Коллекция офисная пятница в Амстердаме по-настоящему революционное решение модельера. Меньше одежды, больше раскованности. Тяжелая трудовая неделя в Голландии заканчивается примерно так. Коллекция Юлии Скобелевой, которая называется «О характере льна», не менее смелая. Сетчатые вставки добавляют тяжелым нарядам элементы ротики и воздушности. Эта коллекция предназначена для молодежи. В ней присутствует немного такой уличный городской стиль. И вообще я отталкивалась от фильма «Дневники мотоциклистов». То есть там присутствует немножко мотоциклетная одежда. И плюс такое развитие, как мотоциклист – это современные рыцари. И то есть эта тема тоже развивается в этой коллекции. Настоящий фурор произвела коллекция из Белоруссии. Изделия Оршанского льнокомбината практичны, красивы и удобны. Качественные пошивы, дорогая французская фурнитура. Недостатка в клиентах нет. Представленные модели одежды уже проданы. Многие наши клиенты – это стали просто наши фанаты. Они уже даже говорят, что они здоровее становятся, когда у них исчезают всякие болезни от того, что они носят именно натуральные ткани. А когда еще натуральное и преподнесено с очень хорошим вкусом, дорого, с лоском. Коллекция из Белоруссии получила памятный приз фестиваля «Серебряный феникс». Также победителями стали Татьяна Савосина и Вера Винькова из Иваново, и модельеры из Украины, Вологды и Шуи.